Сегодня в Мариуполе проживает около 200 тысяч пожилых людей, а это 40% от общего числа населения города. Именно поэтому большое количество программ направлено на поддержание именно пенсионеров. Мы хотим сделать их условия жизни максимально комфортными и достойными. Достойными того труда, который они вложили в развитие города, отметил Вадим Бойченко. И мы сегодня в данном уважении как раз и делаем это уязвимое, самое уязвимое направление, приводим в порядок. Это направление медицины, это кардиология, это урология, это травматология, которые откроются и частично в этом году, частично в следующем году. Мы соответственно реформируем транспорт, о котором они так много говорили, для того, чтобы он был доступен, для того, чтобы они могли активно передвигаться по городу нашему Мариуполе, принимая в том числе участие в наших мероприятиях. Вопрос оплаты проезда по-прежнему остаются темой для разговора. Коммунального транспорта пока недостаточно, поскольку городской бюджет вместо того, чтобы закупать новую технику, вынужден датировать ТТУ. А государственная программа по возврату льгот транспортникам не работает. Нам нужно не просто датировать, нам нужно покупать новые автобусы, новые троллейбусы, но тем самым мы будем наращивать нашу дотацию. Это неправильно, поэтому я уверен, что выход в этой сложной ситуации – это монетизация льгот. И об этом мы много слышим на центральном уровне, к сожалению, не принято еще твердых решений. Я очень надеюсь, что в бюджет 2018 года будет заложено льготное финансирование уже каждому конкретному льготнику, ветерану, пенсионеру. Надеяться остается и мариупольским пенсионерам. В чем радость жизни, в жизненном пути, куда ваш долг велел идти, врагов не знать, друзей не мерить, любить, надеяться и верить. Яна Миронченко, Виталий Шостак, информационная программа «Зеркало».